Приветствую вас. Ну, смотрите. Условно здесь есть два момента. Первый момент это ваша неудовлетворенность за сексуалом в плане, и второй момент это то, что касается непопредственно вашего восприятия секса и ваше восприятие мужского и женского тела. Честно признаться, я даже не знаю, с чего начать, потому что обе темы являются достаточно серьезными и важными. Скажу так, наверное, что секс для вас почему-то очень важен, гораздо важнее, чем он есть на самом деле. Значение секса тоже у вас достаточно велико, больше, чем обычно. С чем это связано? С уважением уверенности в себе, с важными сомнениями в себе, с вашим сравниванием себя с другими людьми, с другими мужчинами. Понимаете, в чем-то вы достаточно современный. Вы предлагаете разнообразие в сексе, вы стараетесь как-то, как это все сделать, в чем-то. Но в чем-то вы достаточно старомодный. В том, что касается, например, восприятия женского и мужских тел. Почему вы считаете, что мужчина просто, как вы говорите, потыкал и все. А женщина принимает и отдает себя. Ну, это шовинистская позиция. Шовинистская. Позиция, в которой женщина ограничивается в своих действиях, в том числе и сексуальных. А действия мужчины преуменьшается. Значение действий мужчины преуменьшается. Это стереотип, который, от которого вам нужно освободиться. Но, при этом, необходимо увидеть, что стоит за ним. За ним стоит ваша неуверенность. Страх оказаться плохим партнером сексуальным, я полагаю. И сравнивание, как я уже сказал, себя с другими людьми. Здесь и стереотипное восприятие от секса, и мужского и женского тела. Здесь и собственная неуверенность в себе, и некая склонность к пожертвованию, самопожертвованию. И, вот, то, что вы презираете людей, которые изменяют, это говорит о некой категоричности, неком эмоциональном отношении к изменам. Все тоже, как бы, приводит нас к вопросу о том, а что такого. Ну, понятно, что в изменении ничего хорошего нет. Но, измены происходят, измены бывают разными. И презирать людей, значит, осуждать их. Осуждать, значит, судить. А какое право мы имеем? Судить других людей. Вот. И здесь у вас такая вот эмоционально резкая негативная реакция, да, она свидетельствует о неком внутреннем конфликте. Нет, я не говорю, что вы хотите изменить своей жене, и что вы ее действительно хотите изменить. Нет, я не говорю. Но, я говорю о том, что, возможно, некая сексуальная свобода, которую вы не позволяете себе, вызывает у вас раздражение, когда вы видите ее в других людях. И еще один важный стереотип заключается в том, что девственность – это самая ценная. Самая ценная – это не девственность, но мне очень важно понять, почему вы считаете именно так. Ну, и какая связь есть девственности с кольцом на пальце. То есть это, в этом плане, вы достаточно старомольны. И, понимаете, не было бы проблем даже во всем этом, если бы ваша жена была таких же взглядов, но она других взглядов немного. И вы эти взгляды и не приемлются. То есть не принимаете жену целиком, не принимаете ее такой, какая она есть. И именно это, глобально, из тех факторов, что вы описали, возможно, влияет на нее в плане поведения, поведения в постели. Она чувствует, что вы ее не принимаете, она чувствует, что вы ее не одобряете, она чувствует, что вы ее обвиняете и не может с вами расслабиться. Далее, вы пишете о том, что она не считает это ошибкой. Ну, тут на самом деле хочется задать вопрос вам, а почему, собственно говоря, это ошибка? Она хотела, она это сделала. Ну, да, я понимаю, что фактически она вам, я так понимаю, изменила. Но, смотрите, вы не захотели узнать, почему она так поступила. То есть, именно ее мотивацию, не в плане ошибок, а именно мотивацию. Это первое. Второе. Вы не отступили. То есть, несмотря на это, вы все равно, по большому счету, да, на ней женились. И сделали вы это, потому что должны были. Ваша злость – это смесь некой жертвенности в отношении жены, в отношении семьи и внутренних конфликтов, противоречий. Соответственно, вектора поведения здесь такие – разрешать внутренние конфликты, повышать уверенность в себе и прочее, и перестать жертвовать. То есть, перестать делать что-то против своей воли. Только потому, что вы должны, вы так поступали и к чему это привело, вы видите самое. Дальше. Что касается сексуального поведения. Что касается. Здесь дело даже не сексологи, как в такомом. Здесь дело в том, что вы не удовлетворены, ну, сексуально. И здесь дело именно в выражении этого своей жене. И исследование – ее обратная связь. Вот и все. Вы – самые близкие люди. По идее, вы любите друг друга. Значит, вы заинтересованы в том, чтобы каждый из вас был счастлив. Если вы не счастливы из-за каких-то обстоятельств, и вам этого хочется, то вы говорите об этом своей жене и смотрите на ее поведение, на ее реакцию. Либо она принимает это, либо нет. Если жена принимает и как бы соглашается что-то делать, это одно. В вашем случае, когда жена не понимает, не соглашается, то нужно поставить в некотором смысле вопрос ребром. Но правильно ребром. Конструктивно. То есть выразить свое чувство, свое желание. Послушать ее мнение, потому что это важно. И дальше принимать решение, как и что делать. Понимаете, у вас есть достаточно категоричности в суждениях. Многих женщин подобные истории отпугивают. Я честно говорю, я не знаю, какая ваша жена, но категоричность может подавлять. Категоричность может приводить к ощущению бессилия и к пассивности. То есть, потому что категоричность предполагает, ну как бы, наличие, да, определенных рамок, в которые человек может что-то делать. А если в рамки не впитывается, то все. Ну, мы возвращаемся к тому, что я говорил в начале. Что ваша жена не чувствует, что вы ее принимаете. Ваша жена чувствует, что вы ее, по сути, это дело обвиняете. Вот. И чувствуете ее какой-то грязной или что-то типа того. Поэтому очень важно отделить ваши собственные противоречия от и желания. От того, что вы ходите для своей жены. Я думаю, что вот эта вот история о том, что она вас не поймет, если вы обратитесь к сексологу. Это история про недоверие. То есть, между вами нет доверия. И, может быть, к сексологу вам обращаться вдвоем рано. Ну, вот к психологу. Самый, самый рад. Поисследовать ваше времяотношения. Научиться говорить друг с другом. Несколько лучше. И так далее. Ну, и заодно узнать. Несколько о себе и о партнере. В том числе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.